Н w body likes the 28 октября группа парламентеров от Всевеликого Войска Донского была направлена на блокпосты 32, 31 и 28 украинской национальной гвардии они встретились с бойцами и предложили им добровольно сдаться не понеся никаких потерь оставив своего стрелкового оружия и тяжелую технику забрав только личные вещи Часть военнослужащих Украины сдалась и сейчас находится в безопасности. Оставшиеся на блокпостах проявили глупую и ненужную стойкость. Эта война не нужна никому. Эта война приносит вред самому государству. Новороссия будет жить отдельно. Это понимает каждый прохожий на наших городах. С целью убедить их, передумать, наша артиллерия будет производить точечный обстрел данных блокпостов. Сразу указываю, что обстрел будет производиться только точечной артиллерией из установок партизан. Это не причинит вред инфраструктуре сел, которые находятся рядом с блокпостами. Соответственно, мирные жители и хозяйственные постройки мирных жителей не пострадают. Переднюю ногу влево. Еще чуть влево. Пока вот так. Пусти, пусти, пусти. Сегодня мы работаем по карбонистскому блокпосту. Если не ошибаюсь, по укроповской нумерации 27. Накануне там разведкой выявлено большое скопление бронетехники, которое продолжает пребывать, несмотря на договоренности об отводе от линии соприкосновения тяжелого вооружения. Именно поэтому мы и будем работать. Это память о первом штурме Первомайска 27 июля. Мы тогда еще воевали на установках на СПГ-9, станковые и противотанковые гранатометы. И первый штурм 27 июля. Попали под обстрел обе наши машины. Вторая стоит на базе, пробитая вся, которую накрыла. Это меньше пострадало. Тогда погиб наш товарищ Дэн Большой. Сейчас мы всегда вспоминаем его, когда производим запуски. В нашем расчете много харьковчан, которые не согласны с новой властью и которые выступают против Бандераса. Поэтому этот подарок мы отправляем от Слободского казачества. Так и дыши. От Слободского казачества. Еще одна плопись. Харьков, мы вернемся. От всех харьковчан, кто не прогнулся под хунту. Обязательно вернемся. Мы сейчас переставляем взрыватели со сколочных на фугасное, потому что работаем против техники. Техника сегодня по информации находится на дороге, поэтому здесь три замедления, три позиции взрывателя, три варианта работы. Осколочность работает в момент касания препятствия. И два варианта фугасных с малым и большим замедлением. Сейчас мы выставляем на малое замедление, так как техника стоит на дороге, не закрытая. Против зарытой в капониры техники, против укреплений, блиндажей, окопов. Работаем большим. Сейчас после дождей землица сырая, плотная. Закапывает хорошо. Закапывает хорошо. Закапывает хорошо. Это было разработано по просьбе вьетнамских партизан в 60-е годы Ну оставались на складах хранения Для нее предназначены более легкие укороченные снаряды Но поскольку мы пользуемся трофейными то что добыли в бою боеприпасами Используются стандартные снаряды от установок град И можно видеть что он несколько крупнее Более тяжелый снаряд Поэтому мы вынуждены использовать вот такое приспособление как мешок с песком Для того чтобы зафиксировать установку в момент запуска Чтобы она не сбивалась с прицеля Ахонь! Используйся! Я не могу прицелиться. Вот и чуть правее. Это реактивная артиллерия. Продолжение следует. По корректировке минимум одно прямое попадание. Вооруженные силы Украины отказались соблюдать условия своего же перемирия. Они отказались вывести свою бронированную технику за пределы 30-километровой зоны. Это подтверждается не только данными нашей разведки, но также очевидцами из близлежащих сел. Такое скопление было обнаружено на 27-м блокпосту по нумерации самих вооруженных сил Украины. И данный полпост был обстрелян нашими установками партизан. Это последнее предупреждение, которое делается вооруженным силам Украины. Уберите свои войска, иначе их уберем мы.